Всем привет! Сегодня мы разберем очень интересный и трендовый стиль — это bouncing lettering — прыгающий lettering. Этот стиль популярен уже не первый год и до сих пор держит свои позиции. Его очень часто покупают, часто делают различные надписи, цитаты в таком стиле, названия. И когда мы идём на стойки, мы можем просто по любому запросу набрать, и нам что-то в таком стиле обязательно выпадет. Этот стиль рисуется на шрифте скрипт. Когда мы рисуем скрипт, нам нужно помнить несколько основных моментов, несколько характеристик. Первое — это толщина штриха. Мы добавляем к скелету нашу толщину. Она может быть небольшой, либо наоборот очень массивной. Я рекомендую вам стараться добавлять, не делать слишком тонкие штрихи, а наоборот стремиться к тому, чтобы они были объёмные, потому что вот у новичков тоже часто, да, не хватает как раз объёма штрихам, и буквы смотрятся, ну, немножко такими хиленькими, невыразительными. Когда вы добавляете объём, вы можете потренироваться, да, добавить там чуть-чуть, потом ещё больше, ещё больше, вы увидите, как ваши буквы наращивают массу и смотрятся уже более вкусно. У нас также есть наклон, то есть он может быть прямой, ну и может меняться там, даже в эту сторону можно сделать наклон, то есть с этим мы тоже можем играть. И есть окончание штрихов, они тоже могут быть разные. То есть, к примеру, у нас буква Н, да, вот это вот окончание может быть такой формы, может быть круглой формы, там прямой, квадратный, может быть такой вот остренькой или полукруглой. В общем, когда вы меняете окончание у штрихов, это тоже добавляет определённый характер, но вам единственное, нужно тогда в пределах одного слова следовать одному стилю написания, да, окончаний. Переходим уже к принципам прыгающего леттеринга. Иногда может показаться, что их нет, да, и как буквы хаотично там в разные стороны куда-то уходят, но на самом деле всё-таки какие-то базовые принципы есть, которым лучше следовать, но потом вы уже просто будете чувствовать, где что добавить. В стандартном варианте у нас есть базовая линия и линия высоты шрифта, то есть вот здесь, например, покажу, да, когда мы там пишем слово, я возьму там, американо напишу. То есть у нас есть, да, чётко линия, на которой буквы стоят и в которую упираются. Ну, это такой вот стандартный вариант написания, да, всем нам знакомый. Когда мы работаем с прыгающим леттерингом, у нас добавляются линии ещё, допустим, снизу, куда мы можем выводить штрихи. То есть, к примеру, я рисую американо, да, и там один штрих увожу вниз и чередую, да, то есть у меня есть, к примеру, буквы, которые стоят там же, где были. Немножко мне не нравится то, что далековато. То есть, да, я тоже смотрю, допустим, слишком, когда выносится вниз, это уже не очень смотрится, поэтому я эту линию перенесу нашу вспомогательную. Так, ну вот я могу, допустим, эту букву тоже сделать чуть ниже. Ну, тут тоже нужно смотреть, да, что смотрится хорошо, потому что иногда какую-то букву лучше оставить на месте. Вот, и тут также мы можем добавить объём. Мы видим, что у нас уже написание, да, стало поинтереснее, то есть добавили дополнительную линию, да, куда у нас некоторые буквы уходят. Как можно ещё сделать? Мы можем использовать вторую линию, которая будет сверху. Тоже сделаю их чуть поменьше, то есть я рекомендую делать где-то на расстоянии половинка от высоты нашей буквы, которая вот именно идёт, основная наша. И теперь я могу попробовать, да, с двумя линиями поиграть и где-то уводить ещё и вверх. Вот так у нас добавилось ещё больше динамики и надпись стала ещё интереснее. Тоже добавляю объём. Вот, также такой стиль написания классно заполняет пространство, то есть вы можете таким образом закомпоновать целую фразу в такую единую композицию. Я вот, допустим, могу здесь добавить там кафе американу. И то есть я уже смотрю, да, где у меня расстояние есть, куда я могу опустить штрих. Ну и здесь, к примеру, какой-нибудь росчерк добавить. Да, то есть так у нас уже сложилось какую-то такую интересную композицию. Если говорить про росчерки, да, то есть мы смотрим, из какой буквы мы можем вытянуть более-менее красиво. Росчерки у нас, в принципе, имеют в основе такую вот дугу, где вписывается круг с одной стороны и с другой. То есть вам, ну, лучше всегда, вот если вы рисуете какой-то рощик, вам захотелось добавить, всегда в линии сгиба у вас должен быть вписан круг. Да, то есть вот здесь у меня круг и здесь. Тогда он будет смотреться, ну, красиво, гармонично. Либо, если мы делаем выносной, да, рощик из какой-то буквы, мы можем увести сюда. Можем вот так вот, например, сделать. Ну, я вам рекомендую стараться не усложнять росчерки, использовать что-то довольно-таки простое, поскольку когда уже начинают накручивать, да, там разные петли, это уже, ну, это красиво смотрится только если вы владеете искусством вот этих вот росчерков, как в каллиграфии, да, и у вас композиция какая-то супер праздничная. Если мы рисуем что-то простое, то лучше вот такие вот элементы, да, которые вы также можете нарастить объем и использовать что-то вот такое вот. Тогда у вас будет это смотреться довольно-таки лаконично, да, нам тоже нужно про это не забывать. В целом, это все, то есть вы можете экспериментировать, добавлять выносные элементы, опускать вниз, либо добавлять еще наверх, то есть это всегда как бы на ваше усмотрение, но смотрите тоже, чтобы все это выглядело эстетично. Вот, но все, с опытом обязательно придет. Субтитры создавал DimaTorzok